Сергей Михайлович, это отдельная тема, но, во-первых, как мы и говорили, я поддерживать буду подготовка и обустройство социальных рядов, но не так. Сейчас, когда мы все это, я понимаю, что благоустроен, отдельная тема по павильонам, я понимаю тоже, что кое-какие убираются по решению суда, и мы требуем о том, что у кого есть на то законное основание, делать в одном стиле. Здесь каким образом будет? В один ряд установлен? В один ряд установлен, в один ряд установлен, на теку торговые ряды открытые, павильоны, для того, чтобы они вот так настояли, теперь открытые. То есть имеется в виду, места должны быть обустроены, по архитектурно-фудорственному регламенту однообразно, должны все узаконены здесь, не то, что кто-то там, как говорится, попал случайно, но вы, я вам уже давал, да, это указание, и торговые ряды. То есть у нас вот таким образом не должно быть. Ну, наверное, пример, мне понравился, неплохой, это Зверево и Кравчук. То есть там социальные ряды есть, там немножко следить нужно после того, как жители поторгуют, да, бабушки, дедушки, значит, поторгуют со собой, чтобы наводили порядок, да, А так, в целом, вот такое направление. Примерно будет то же самое, только здесь еще будет, до этого павильона закрытые. Хорошо. У меня единственная просьба такая, ну это ко всем, с учетом той установки, которая непростая, все это в целом социально-экономически, И, конечно, мы даем возможность, и будет давать возможность реализовывать продукцию, которая в огородах потише, 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 все время там. Вот. Ну, просьба такая, чтобы это все было подтверждено, не подтверждено, чтобы после покупки ваших продуктов, да, со здоровьем человека ничего не случилось. Я уже по тему говорил о том, что проверки сертификатов и так далее. Сергей Михайлович, по туалету, сразу переключаясь, опыт в Красноярске есть, я лично этот опыт и делаю. Руководители павильонов сделали туалет на сквере универсиады, сделали внешний вид, подсоединились с сетям, им помогать надо, да, сделали еще туалет для людей с ограниченными возможностями. Я сейчас не говорю, что именно вот здесь сделать, надо посмотреть измерки возможностей, но то, что надо делать обустройство для людей с ограниченными возможностями, я так понимаю, как это проекты, которые у нас есть, я не увидел, какие у них есть. Есть? Есть. Вот, но для людей с ограниченными возможностями, это будет, как бы, мы будем поощрять таких предпринимателей, которые еще, значит, оборудуют туалет и туалетную комнату, да, допустим, и в том числе и для людей с ограниченными возможностями, банки с их туалетами. Но надо посмотреть, тут уже социальная защита подсказать должна, о том, что где у нас наиболее ботно проживают жители с ограниченными возможностями, ну, чтобы это было все оправданно. Поэтому давайте тоже до понедельника это рассмотрим.